«Значит, повторяю последний раз», — сказал Кошмин. «Высокий худой человек, больше похожий на следователя важника, чем на инспектора гуманитарки. В Мажарове стоянка пять минут. Этого им достаточно, чтобы отцепить вагон с гумпомощью. При первой же вашей попытке открыть двери или окна, я буду действовать по инструкции. Потом не обижайтесь». Васильеву и так было страшно. Да ещё и за окном сгущалась июльская гроза. Набухали лиловые тучи, чуть не касавшиеся густого сплошного ельника. Безлюдные серые деревеньки по сторонам дороги выглядели мрачно ни живности, ни людей. Только на одном крыльце сидел бледный, большеголовый мальчик и провожал поезд недобрым, внимательным взглядом, в котором не было ничего детского. Иногда Васильев замечал такой взгляд у безнадёжных сумасшедших, словно сознающих своё печальное состояние, но бессильных его изменить. «Да не буду я», — сказал Васильев с досадой. «Вы же ещё в Москве пять раз предупреждали». «Всех предупреждали», — буркнул Кошмин. «А некоторые открывали». «Да у нас вон и окно не открывается». «А Горшенин, который перед вами ездил, бутылкой разбил окно», — мрачно напомнил Кошмин. «Ну, у нас и бутылки нет, и решётки вон снаружи». «В эту решётку свободно можно руку просунуть, хлеба дать или что. И некоторые просовывали. Вы не видели, а я видел». Васильева бесила, что Кошмин столько всего видел, но ни о чём не рассказывал толком. Он терпеть не мог неясностей. «Вы лучше заранее скажите, Георгий Валентинович». Васильеву было всего двадцать пять, и он обращался к инспектору уважительно. «Что за сирены такие, перед которыми невозможно устоять?» «Честное слово, проще будет. Кто предупреждён, тот вооружён». «А чего вы такого не знаете?» — настороженно глянул Кошмин. «Вам всё было сказано. На станции подойдут люди, будут проситься, чтоб впустили, или там, открыть окно, принять письмо для передачи, дать хлеба. Принимать ничего нельзя. Открывать окна и двери не разрешается ни в коем случае». «Мажарова» входит в перечень населённых пунктов, где выходить из поезда запрещается. «Что непонятного?» «Да я знаю, но вы хоть скажите, что там случилось? Зона заражения или что?» «Вас, когда отправляли, лекцию читали?» — спросил Кошмин. «Ну, читали». «Перечень пунктов доводили?» «Доводили». «И что вам непонятного?» «Какая зона заражения?» «Обычная зона гуманитарной помощи в рамках национального проекта поддержки русской провинции. Всё нормалдык». «Но есть определённые правила. Вы понимаете?» «Мы же не просто так, как бабы на вазу. Мы действуем в рамках госпроекта. Надо соблюдать». «Если не будете соблюдать, я довожу о последствиях». «Понял, понял», — сказал Васильев. «Он терпеть не мог, когда ему что-либо доводили. Это его доводило». «Также он терпеть не мог слов Йок и нормалдык». «А почему тогда вообще не закрыть окна на это время? Жалюзи какие-нибудь спустить?» «Но как это?» — поморщился Кошмин. «Едет же пресса вроде вас. Иностранные наблюдатели вон едут. Что в глухом вагоне везти, как скотину?» «Вон в седьмом вагоне едет представитель фонда этого детского. Майерсон или как его?» «Он и так уже приставал, почему решетки. Ему не нравится из-за решетки глядеть. Он не знает, а я знаю. Он Бога должен молить, что решетки». «Люди вроде Кошмина всегда были убеждены, что за их решетки все должны кланяться им в пояс, потому что иначе все было бы еще хуже». «И потом...» «Это ж не везде так», — добавил он успокоительно. «Это одна такая зона у нас на пути. Их всего-то шесть, ну семь. Проедем, а дальше уж до Урала нормально. Можно выходить, картошки там купить, отварной с укропом. Пообщайтесь с населением, если хотите. Заповедник, природа. Все нормально. Зачем же ставни? Всего на двух пунктах надо соблюдать. Мажарова и Крошина. А в остальное время? Ходите, пожалуйста. Ничего не говорю». Васильев попытался вообразить, что делается в Мажарове. «Еще когда их группу, три телевизионщика в соседнем вагоне и он от ведомостей, инструктировали перед отправкой первого гуманитарного поезда, пересекающего Россию по случаю нацпроекта, инструктор явно чего-то не договаривал. К каждому журналисту был прикреплен человек от Минсельхоза с внешностью и манерами профессионального охранника. Что за предосторожности во время обычной поездки? Оно, конечно, в последнее время ездить между городами стало опасно. Вовсю потрошили электрички, нападали на товарники. Ничего не поделаешь. Тоже был нацпроект. Приоритетное развитие семи мегаполисов, а между ними более или менее дикое поле. Не надо же нам столько земли. Кто мог, перебрался в города. А что делалось с остальными на огромном российском пространстве, Васильев представлял смутно. Но он был репортер, вдобавок с армейским опытом, и его отправили с первым гуманитарным. Писать репортаж о том, как мегаполис делится от своих избытков с прочим пространством, где по слухам и с электричеством тоже были перебои. Правда о том, что на отдельных станциях нельзя было даже носу высунуть на перрон, в Москве никто не предупреждал. Тогда симпатичная из вестей точно бы не поехала. Она и так всё жаловалась, что в вагоне не предусмотрена ванна. Ванна была только в спецвагоне Мейерсона, потому что он был филантроп, и бог знает какой миллиардер яиц курит. За окном плыл безлюдный и ничем не примечательный, но именно поэтому особенно страшный пейзаж. Всё те же пустые серые деревни. Иногда одинокая коза с красной тряпкой на шее. Иногда тихий косарь, в одиночку выкашивающий овраг. Косарь тоже смотрел вслед поезду. Нечасто он теперь видел поезда. И лица его Васильев не успевал разглядеть. Мелькало поле с одиноко ржавеющим трактором. И опять тянулся угрюмый ельник, над которым оклубилась лиловая туча. Быстро мелькнули остатки завода за полуразвалившимся бетонным забором. Ржавые трубы, козловой кран. Потянулось мелькалесе, среди которого Васильев успел разглядеть бывшую воинскую часть за ржавой колючей проволокой, на которой так и остался висеть чей-то ватник. Небось, мальчишки лазали за техникой. Поезд замедлял ход. «Что там хоть раньше-то было в Мажарове?» Спросил Васильев, чтобы отвлечься от исподвольно растающего ужаса. Он знал, что Минсельхоз просто так охранников не представляет. Там работали теперь люди серьезные, покруче силовиков. «Может, промыслы какие?» «Кирпичный завод», – нехотя ответил Кошмин после паузы. «Давно разорился, лет тридцать. Ну и по мелочи. Обувная мебельная фабрика, театр кукол, что ли. Я тогда не был тут». «А сейчас есть что-то?» «Если живут люди, значит есть», – сказал Кошмин с таким раздражением, что Васильев почел за лучшее умолкнуть. «В общем, я вас предупредил», – проговорил Кошмин после паузы. «К окну лучше вообще не соваться. Если нервы слабые, давайте занавеску спущу. Но вообще-то вам, как журналисту, надо посмотреть. Только не рыпайтесь». «Ладно, ладно», – машинально сказал Васильев, и уставился на медленно плывущую за окном станцию Мажарова. «Сначала ничего не было. Он ожидал чего угодно. Монстров, уродов, бросающихся на решетку вагона. Но по перрону одиноко брела старуха с ведром и просительно заглядывала в окна. «Раков!» – покрикивала она. «Вот раков кому! Свежий кому раки!» Васильев очень любил раков и остро их захотел, но не шелохнулся. Старуха подошла и к их вагону. Приблизила к стеклу доброе, изможденное лицо, на котором Васильев, как ни вглядывался, не мог разглядеть ничего ужасного. «Раков!» – повторила она ласково. «Ай, кому надо, раков!» «Молчите!» – сквозь зубы сказал Кошмин. Лицо его исказилось страданием, тем более ужасным, что на взгляд Васильева совершенно беспричинным. Не может быть, чтобы ему так сильно захотелось раков, и теперь его раздирала борьба аппетита с инструкцией. Старуха отвернулась и тоскливо побрела дальше. Станция постепенно заполнялась людьми, вялыми, явно истощенными, двигавшимися замедленно, как в рапиде. К окну подошла молодая мать с ребенком на руках. Ребенок был желтый, сморщенный, вялый, как тряпичная кукла. «Подайте чего-нибудь!» – ради Христа, – сказала она, тихо и жалобно. Несмотря на толстое стекло, Васильев слышал каждое ее слово. «Работы нет, мужа нет, Христа ради, чего-нибудь!» Васильев со стыдом посмотрел на дорожную снеть, которую не успел убрать. В гуманитарных поездах кормили прекрасно, минсельхоз не жалел средств. На купейном столике разложены были колбаса двух сортов, голландский сыр, что называется, со слезой, и паштет из гусиной печени с грецким орехом, так называемый Страсбургский. Прятать еду было поздно. Нищенко все видела. Васильев сидел весь красный. Вдоль поезда шла девочка с трогательным и ясным личиком, словно сошедшая с рождественской олиографии, на которых замерзающие девочки со спичками обязательно были ангелоподобные, розовы, словно до попадания на промерзшую улицу, жили в благополучнейшей семье с сытными обедами и ежеутренними ваннами. Васильеву казалось, что он видел эту девочку на открытке, сохранившейся в семье с дореволюционных времен. В этой открытке прапрадедушка поздравлял прапрабабушку с новым 1914 годом. Девочка подошла к окну, подняла глаза и доверчиво произнесла, «Мама болеет, совсем болеет, не встать. Дяденьки, хоть чего-нибудь, а?» Она просила, не конюча, улыбаясь, словно не хотела давить на жалость и стыдилась своего положения. «А я песенку знаю», сказала она. «Вот песенку спою». Не прошла зима, снег еще лежит, но уже домой ласточка спешит. На ее пути горы и моря Ты лети, лети, ласточка моя. Васильев знал эту песню с детского сада и ребенком всегда плакал, когда ее слышал. Он посмотрел на Кошмина, тот не сводил с него глаз, ловил каждое движение. Не было никакой надежды обмануть его и хоть украдкой выбросить в окно деньги или упаковку колбасы. Да и решетка. «Ну вот скажите мне», ненавидя себя за робкую, заискивающую интонацию, выговорил Васильев. «Вот объясните, что было бы за вред, если бы мы сейчас ей подали кусок хлеба или три рубля?» «Кому? Ей?» жестко переспросил Кошмин. «Но вот этой девочке?» «Девочке?» снова переспросил Кошмин. «Что, наглох, что ли?» подумал Васильев. «Может, он вообще сумасшедший? Псих проклятый. Придали мне урода, а я теперь из-за него не могу ребенку дать еды. Вы не видите, что ли?» «Вижу», медленно сказал Кошмин. «Сидите смирно, или я не отвечаю». К окну между тем подошла еще одна старуха. Маленькая, сгорбленная, очкастенькая, с личиком провинциальной учительницы. Дрожащей, скрюченной лапкой, она протянула к самому лицу Васильева маленькие, вязаные тапочки. Такие еще называют пинетками. Собственно, его пинетки до сих пор хранились дома. Покойная бабушка связала их крючком. Если бы не дедушкина пенсия, да не проживание в Москве, покойная бабушка на старости лет могла бы стоять точно так же. «Купите тапочки», умоляюще сказала старушка. «Хорошие тапочки, чистая шерсть. Пожалуйста, детенку там или кому. Купите тапочки». «Вот они, сирены Мажарова. Вот к кому нам нельзя теперь выходить. От собственного народа мы отгородились стальными решетками. Сидим, бургский паштет». Васильев встал, но Кошмин как-то ткнул его стальным пальцем в подреберье, что журналист согнулся и тут же рухнул на полку. «Предупреждал, с отвратительным злорадством», сказал Кошмин. «Предупреждал он», сквозь зубы просипел Васильев. «Суки вы все! Суки позорные! Что вы сделали?» «Мы?» спросил Кошмин. «Мы ничего не сделали. Это вас надо спрашивать. Что вы сделали?» Парад несчастных за окном в это время продолжался. К самим решеткам приник пожилой, болезненно полноватый мужчина с добрым и растерянным лицом. «Господа», лепетал он срывающим голосом, «Господа, ради бога, я не местный, я не как они. Поймите, я здесь случайно, я случайно здесь, я не предполагал, третий месяц не могу выбраться, господа, умоляю, откройте на секунду, никого не впустим. Господа, ведь нельзя же здесь оставаться, поймите, я интеллигентный человек, я такой же человек, как и вы, ведь невыносимо...» Голос восстановился все тише, перешел в шепот и, наконец, сорвался. Мужчина рыдал. Васильев мог бы поклясться, что он плакал беспомощно и безнадежно, как младенец, забытый в детском саду. «Я все понимаю», снова начал он, «я вас понимаю прекрасно, но я вас умоляю, умоляю, я клянусь, чем хотите, вот...» Внезапно осенило его и из кармана мятого серого плаща он извлек какую-то обтреханную справку. «Тут все написано, командировка, господа, командировка, умоляю, умоляю...» Тут он посмотрел влево и на лице его отобразился ужас. Кто-то страшный в водолазном костюме неумолимо подходил к нему, отцеплял от решетки вагона его судорожно сжатые пальцы и уводил, утаскивал за собой. То ли местный монстр, то ли страж порядка. Пронзительным заячьим криком заверещал пожилой, все еще оглядываясь в надежде, что из вагона придет помощь. «Спасите!» «Нет!» «Кто это?» Одними губами спросил Васильев. «Кто именно?» «Этот?» «В водолазном костюме?» «В каком костюме?» «Тот, который увел этого...» «Милиция, наверное», пожал плечами Кошмин. «Почему водолазный?» «Обычная защита, тут без защиты не очень погуляешь». Станция заполнялась народом. Прошло лишь пять минут, а вдоль всего перона тащились, флочились, ползли убогие и увечные. В них не было ничего ужасного, ничего из дурного фантастического фильма. Это были обычные старики, женщины и дети из советского фильма про войну. Толпа, провожающая солдат и не надеющаяся дождаться их возвращения. Уйдут солдаты, придут немцы. Никто не спасет. В каждом взгляде читалась беспокойная, робкая беспомощность больного, который живет в чужом доме на птичьих правах и боится быть в тягость. Такие люди страшатся беспокоить чужого любой просьбой, потому что в ответ могут отнять последнее. На всех лицах читалось привычное кроткое унижение. Во всех глазах светилась робкая мольба о милости, которую никто толком не верил. Больше всего Васильева поразила одна девушка, совсем девчонка лет пятнадцати. она подошла к вагону ближе других, опираясь на два грубо сработанных костыля. Она ни о чем не просила, только смотрела с такой болью, что Васильев отшатнулся от окна. Ее взгляд словно ударил его в лицо. «Что что ж мне делать-то, а?» Провыла она не с вопросительной, а с повелительной надрывной интонацией. Словно после этих слов Васильев должен был вскочить и мчаться на перрон, спасать всю эту измученную толпу. Что ж делать-то, о господи! Неужели ничего нельзя сделать? Неужели так и будет все? не может же быть, чтобы никакой пощады нигде? Что ж мы всем сделали? Нельзя же, чтобы так с живыми людьми этого Васильев не мог выдержать. Он все-таки отслужил, вдобавок занимался альпинизмом, так что успел повалить Кошмина резким хуком слева, своим фирменным, и выбежал в коридор, но там его уже караулил проводник. Проводник оказался очень профессиональный, в РЖД, как и в Минсельхозе, не зря ели свой Страсбургский паштет. Васильев еще два дня потом не мог пошевелить правой рукой. Нельзя, шепотом сказал проводник, скрутив его и запихнув обратно в купе. Нельзя, сказано, это ж как на подводной лодке, сами знать должны. Знаете, как на подводной лодке? Странно было слышать этот увещевающий шепот от человека, который только что заломал Васильева с профессионализмом истинного спецназовца. На подводной лодке, когда авария, все отсеки задраиваются. Представляете, стучат люди из соседнего отсека, ваши товарищи, и вы не можете их впустить, потому что устав. В уставе морском записано, что нельзя во время аварии открывать отсеки. там люди гибнут, а вам не открыть. Вот и здесь так, только здесь не товарищи. Мрази, заорол Васильев в чуме от бессильной ненависти, мрази вы все, кто вам не товарищи, старики, дети больные вам не товарищи. Это что вы за страну сделали, стабилизаторы долбанные, что вы натворили, что боитесь к собственному народу выйти. Это же ваш, ваш народ, что вы попрятались от него за решетки. Хлебокусок ему жалеете, рубль драный жалеете. Ненавижу, ненавижу вас, ублюдков. Покричи, покричи, не то угрожающе, не то одобрительно, сказал проводник. Легче будет. Чего нервный такой? Обратился он к Кошмину. Журналист, усмехнулся Кошмин. А, ну пусть посмотрит, полезно. Тут в Можарове журналистов-то давно не было. Чего они там возятся с вагоном? Неодобрительно спросил Кошмину проводника. Они разговаривали запросто, словно коллеги. Давно отцепили бы, да мы бы дальше поехали. Не могут они быстро-то, сказал проводник. Меньше двадцати минут не возятся. Ослабели, снова усмехнулся Кошмин. В этот момент поезд дрогнул и тронулся. Несколько девочек в выцветшем тряпье побежали за вагоном. Впрочем, какое побежали, скорее поползли, шатаясь и сразу выдыхаясь. Васильев отвел взгляд. Ну, извиняй, журналист, сказал проводник, переводя дух. сам нам будешь благодарен. Ага, сказал Васильев, потеряя плечо. За все вам благодарны. Всю жизнь. Скажи спасибо, что не до смерти, что не в глаз, что не в рот. Спасибо, век не забуду. Есть такой рассказ, вы-то не читали, но я вам своими словами для общего развития. Называется «Ушедшие из Амеласа». Имя автора вам все равно ничего не скажет, так что пропустим. Короче, есть процветающий город Амелас, и все в нем счастливы. И сплошная благодать с народными гуляниями. А в жалком подвале за вечно запертой дверью, невозмутимо продолжил Кошмин, сидит мальчик Олигофрен, обгаженный и голодный. Он лепечет «Выпустите меня, выпустите меня». И если выпустить, то весь город Амелас с его процветанием полетит чертям собачьим. Правильно? Причем ребенок даже не осознает своего положения и вдобавок он недоразвитый. Да он, можно сказать. Слизинка ребенка. Читали. Урсула Легуин. Наше ведомство начитанное. «Какое ведомство?» спросил торопевший Васильев. «Менсельхоз», сказал Кошмин и подбегнул проводнику. Тот жизнерадостно оскалился в ответ. «Но если вы все это читали», упавшим голосом начал Васильев. «Слушай, журналист», Кошмин наклонился к нему через столик. «Ты думать можешь мало-мало или вообще уже все мозги отшибло?» «Ты хорошо их слышал?» «Кого их?» «Их голоса?» «Я не знаю, кого ты там слышал?» «Хорошо слышал?» «Ну», кивнул Васильев, не понимая, куда клонит инструктор. «А ведь стекло толстое, очень толстое, журналист. А ты их слышал, как будто они рядом стояли, нет?» «И видел ровно то, что могло на тебя сильнее всего надавить, так?» «Зуб даю, что-нибудь из детства». «А вы», пролепетал потрясенный Васильев, «Вы что видели?» «Что я видел, того тебе знать не надо», ряфнул «Мало ли, что я видел, тут каждый видит свое, умеют они так, интересно послушать потом, да только рассказывать чаще всего некому, тут щелку в вагоне приоткроешь и такое». «Ладно», устало сказал Васильев, он все понял, «Кому другому вкручивайте, ведомство ваше, Минсельхоз, Минпсихоз, или как вы там называетесь, вы хорошо мозги парите, это я в курсе, и фантастику читали, вижу, но дураков нет вам верить, понятно, уже и телевизор ваш никто не смотрит, про шпионов в школах и вредителей в шахтах, и про призраков в Мажарове, которых я один вижу, не надо мне тут, ладно, не надо, я и так ничего не напишу, да если бы написал, не пропустите». «Вот клоуна», усмехнулся проводник, но тут же схватился за рацию, «Восьмой слушает». Лицо его посерело, он обмяк и тяжело сел на полку. «В двенадцатом открыли», еле слышно сказал он Кошмину, «Корреспонденты?» спросил Кошмин, вскакивая, «Телевизионщики, кретины, и что, все с концами?» «А ты как думал, бывает не все?» «Вот дура», яростно прошептал Кошмин, «Я по ее рожи видел, что дура, никогда таких брать нельзя». «Ладно, покойница-то», укоризненно сказал проводник. Васильев еще не понимал, что покойницы называют симпатичную звездей, до него все доходило, как сквозь вату. «Нечего тут бабам делать», повторял Кошмин, «в жизни больше не возьму». «Что теперь с ночпоездом в Москве сделают, это ужас». «Ладно, пошли», сказал проводник, «Оформить надо, убрать там». Они вышли из купе, Васильев увязался за ними. «Сиди», обернулся Кошмин. «Да ладно, пусть посмотрит, может поймет, чего», заступился проводник. «Ну, иди», пожал плечом инструктор. Они прошли через салон вагон перепуганного Майерса. «Sorry, A Little Incident», на безокоризненном английском бросил Кошмин. Майерсон что-то лепетал про оговоренные условия личной безопасности. Пять вагонов, которые предстояло насквозь пройти до 12-го, показались Васильеву бесконечно длинным экспрессом, мельком. Он взглядывал в окно, за которым тянулись все те же серые деревни, лиловая туча, так и не проливаясь, висела над ними. В тамбуре 12-го вагона уже стояли три других проводника. Они раступились перед Кошминым, Васильев заглянул в коридор. Половина окон была выбита, дверцы купе проломаны, перегородки смяты, словно в вагоне резвился насытившись неумолимый и страшно сильный великан. Крыша вагона слегка выгнулась вверх, словно его надували изнутри. Уцелевшие стекла были залиты кровью, клочья одежды валялись по всему коридору, обглоданная берцовая кость виднелась в ближайшем купе. Странный запах стоял в вагоне, примешиваясь к отвратительному запаху крови, гнилостной, застарелой. Так пахнет в пустой избе, где давным-давно гниют сальные а потом все нормально дик. застарелой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok